Масштабный праздник для детей подготовила администрация Ленинского района города Бреста. В этом году он прошел в новом месте и к уделению самих организаторов собрал небывалое количество брещан. Возле кафе «Городок» расположились несколько развлекательных площадок для детей. Ребята имели возможность получить мастер-класс по робототехнике от учителей школы информационных технологий. Увидеть показательные выступления от областного центра туризма и краеведения. Побывать в фотобудке и сделать снимок на память. Примерить на себя образ любимого сказочного персонажа в ярком аквагриме. Среди развлечений и активные их предпочли многие маленькие гости. Прыжки на батуте, катание на каруселях, игры в специальной детской зоне, участие в конкурсах. Занятие по душе было в изобилии, как и угощением. Организаторы детского праздника побеспокоились о ребятах разных возрастов, не обошли вниманием и родителей. Сегодня это мероприятие немножко особенное, потому что мы его проводим на новом месте в нашем районе. Здесь новый строящийся микрорайон в бывшем северном городке. Достаточно много людей проживает. И вот сегодня такое пробное мероприятие именно в этом районе. Судя по количеству, я думаю, оно должно удастся. Хочу сказать благодарности обществу Диме и Рус, которые очень тесно сотрудничают с администрацией района, в организации различных социальных проектов. И сегодня здесь, возле их кафе, которое называется «Городок», мы решили провести вот этот праздник. Ожидали, что столько будет гостей праздника? Мы, конечно, очень рады, что столько детей, столько взрослых. Первоначально мы не рассчитывали на такой объем, но мы получили большую поддержку от администрации Ленинского района. Мы очень благодарны городу за то, что они нам помогли. В создании праздника для детей Ленинского района приняли участие многие предприятия и индивидуальные предприниматели. Именно поэтому программа развлечений была настолько насыщенной и многоплановой. Мероприятие имело и благотворительную составляющую. На площадке гостей праздника могли пожертвовать средства на лечение маленького брещанина Кирилла Никитюка. Таким же образом оказать поддержку уязвимым слоям населения. Я сестра Кирилла Никитюка, и мы хотим выразить благодарность кафе «Городок» за предоставленную возможность в сборе средств, за предоставленную возможность в информировании людей. И мы выражаем свою благодарность всем людям, которые участвуют в жизни Кирилла. В День защиты детей, внимание и заботу ощутили дети с особенностями развития. Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района совместно с Брестским городским комитетом, общественного объединения БРСМ, организовали акцию в поддержку данной категории граждан. Конечно же, каждый взрослый должен в этот день как можно больше внимания уделить своим детям, да и не только своим. В этот день в городе проходит очень много мероприятий, праздничных и благотворительных акций с поздравлениями детям. Мы же решили уделить внимание тем деткам, которые в силу определенных тех или иных обстоятельств не могут поучаствовать в этом празднике, в разных мероприятиях. Наши клоуны и аниматоры подготовили конкурсную программу, ну и конечно же, как без таких приятных моментов, как подарки и призы. Сегодня на календаре День защиты детей, поэтому мы не можем обойти его стороной. Естественно, мы выступили в поддержку территориального центра Московского района и не только территориального центра, но и других учреждений. И, естественно, помогаем, чем можем. Так скажем, кинули клич и ребята, волонтеры со школ, из предприятий города, естественно, нам помогли. Праздник в домах детей с особенностями развития создавали яркие персонажи. Они же одаривали подарками, развлекали и фотографировались с малышами. В семье Романюк пятеро детей. Самая старшая дочери 12, младшей чуть более года. Родители воспитывают мальчика и девочку с особенностями развития. Многодетная мама призналась, забот хватает, но поддержка семье оказывается. Праздник, подаренный детям, тому подтверждение. Конечно, приятно. У меня дети вообще не так и не ожидали. У меня Захар Бузеров. У меня он спал. Я просто разбудила, говорю, там к нам идут подарки тебе дарить, шарики будут. Он быстренько встал, оделся, тоже такой растерянный. Очень довольный, очень, конечно, приятно это все. Минуты радости и счастья получили в этот день и в других семьях. Причем не только дети, но и их родители. Особые чувства испытала бабушка Татьяна Литвиненко. Она является опекуном своей дочери и внучки. Эта женщина знает, как никто. Внимание и забота о детях – главное, что может дать родитель. Свои искренние поздравления «Оптимист по жизни» она адресовала каждому ребенку. Конечно, здоровье, чтобы все было хорошо. Хотелось бы, чтобы и полные семьи были у этих деток. Конечно, все равно здоровье. Здоровье, внимание, чтобы мамы их больше смотрели. Мы во всем помогали друг другу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!